всем привет рада всех приветствовать на моем канале моток декор сегодня мы научимся с вами вязать идеальный прямоугольник также вы узнаете как делать бесшовное соединение чтобы его было не видно ни с одной из сторон а также вы узнаете как избежать отверстий в середине полотна вязать я сегодня буду из трикотажной пряжи стандартной толщиной 7 9 миллиметров крючком номер 7 мне также понадобится иголка с большим ушком и ножницы ну что пусть ваши прямоугольники будут всегда идеальными которые можно использовать как для корзин так и например для сумочек предлагаю приступать для начала нам понадобится с вами набрать цепочку из воздушных петель нужны нам длины то есть для вашего прямоугольника я буду вязать небольшой прямоугольник для того чтобы просто показать как работать со схемой и как связать этот прямоугольник и так для набора воздушных петель нам получается им понадобится сейчас крючок кончик наш лежит вот так мы подлезаем крючочком снизу хватаем кончик и набрасываем его поверх рабочей нити подвигаем все это концу нашего крючочка и теперь мы начинаем придерживая это все набрасываем нить рабочую и протаскиваем через петельку на крючке это наш первая воздушная петелька далее также набрасываем и протаскиваем сразу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 я сделаю 10 петель а вы делаете нужного цепочку по количеству может быть больше либо меньше и так теперь мы делаем с вами еще одну воздушную петельку это наша будет петелька подъема и сейчас перевернув данные петельки можно увидеть что с обратной стороны у нас идут вот такие перемычки за них мы сейчас будем с вами вязать в обратную сторону обычные столбики без накида и так у нас получается в моем случае сейчас 11 петельки 12 на крючке то есть 10 я буду сейчас провязывать получается во вторую от крючка то есть вот наша первая петелька вот 2 мы переворачиваем и видим у нее перемычку вот за эту перемычку мы сейчас будем с вами вязать и итак ныряем крючком прям под перемычку хватаем рабочую нить вытаскиваем заново набрасываем рабочую нить и провязываем 2 петельки на крючке и так далее опять мы с вами ныряем за перемычку хватаем рабочую нить заново и провязываем 2 петли на крючке и так далее мы идем до самого конца обычными столбиками без накида вяжем за заднюю перемычку и так я подошла к своей последней петельки которые мы с вами делали самом начале ее немножко разворачиваю и буду провязывать сразу серединку то есть уже не за перемычку а сразу серединку ныряю и сюда мы провязываем 3 столбика один ныряем туда же провязываем 2 и ныряем туда же провязываем 3 то есть у нас получился вот такой разворот и далее нам необходимо вернуться обратно только здесь мы уже с вами вяжем за обе косички то есть вот наша самая первая мы прям под нее ныряем и провязываем столбик и так далее идет до того конца таким способом у нас с вами не будет отверстий по середине полотна и так я подошла к последней нашей петельки здесь у нас видно что вот наша петля которой мы провязали самое первое вот это была наша петелька подъема и мы туда же ныряем откуда выходит наша первая петелька провязываем последнюю петлю на этом повороте то есть у нас получается с вами одна которая была первая вторая которая спрятана сейчас она будет наша петелька подъема которая была и третья для того чтобы сделать нам заворот и так теперь мы получается с вами делаем соединение ряда вытягиваем петельку и смотрим за что мы будем цеплять вот наша получается первая петля у нее вот косичка лежачая вот наша петелька подъема вот у нее косичка которая лежит вот за нее мы будем сейчас с изнаночной стороной подлезать по 2 дужки набрасываем ниточку и вытягиваем ее назад всю эту петельку большую поправляем делаем петельку чуть чуть побольше для того чтобы теперь все наше полотно могло пролезть через эту петельку чуть у нас пролезла и теперь мы начинаем подтягивать ниточку рабочую и при этом уменьшается наша эта петелька подтягиваем до конца и утягиваем до конца рабочую нить таким образом у нас произошло с вами соединение ряда так мы будем соединять каждый ряд для того чтобы наш шов был незаметным и так мы связали с вами первый ряд а далее согласно схему нас во втором ряду для того чтобы формировать углы необходимо будет делать прибавки в количестве 3 столбиков в одну петельку мы будем далее вязать узором галочки в раскол вот видим наши одну галочку это ее ножки то есть каждая петелька опускается и как бы между под ними между образуется отверстие куда мы будем засовывать крючок и также с обратной стороны есть дужки и ножки между которыми он тоже будет выходить крючок и так ныряем получается в нашу первую петельку по ходу движения после соединения и провязываем в нее три столбика то есть ныряем вытягиваем провязываем 1 ныряем туда же провязываем 2 и ныряем туда же провязываем третий столбик таким образом мы сформировали с вами первый угол далее провязываем по одному столбику также в раскол галочек пока не дойдем до вот этих трех петель и так ныряем опять также в раскол здесь также крючочек выходит между ножками под шляпкой вытягиваем и провязываем и так мы идем по одиночному столбику до той стороны нашего полотна и так я связала до конца этой стороны теперь здесь опять я нахожу наши три петельки вот одна петелька 2 3 то есть мы получается что среднюю пропускаем она будет одиночной а в эти две мы будем с вами провязывать прибавки для того чтобы сформировать угол то есть мы сейчас перешли вот сюда и в одну будем провязывать 3 потом будет 1 пропускаться и в следующую опять 3 находим получается опять ножки ныряем крючком в раскол вяжем один столбик туда же вяжем второй столбик и туда же вяжем 3 далее провязываем одиночный и в следующую опять вяжем 3 не забываем вязать в раскол провязываем 1 2 и 3 вот уже начинает немножко формироваться наши уголки далее мы провязываем по обратную сторону опять по одному столбику пока не дойдем до нашего конца с этой стороны вяжем в раскол крючок ныряет в раскол ножик и так я провязала подошла к нашей петельки сейчас вы здесь где у нас начинается соединение мы в раскол про вяжем 3 и потом здесь на соединение про вяжем одиночной и так ныряем в раскол с этой стороны где наша была петелька соединения мы будем нырять с вами вот одна ножка идет вот шляпка а вторая ножка уходит на соединение крючок должен вылезти в этом месте провязываем сюда 1 2 и 3 столбик далее получается находим вот здесь еще одну петельку это которая была наша петелька подъема то есть ее надо будет найти там прям под соединением то есть вот с изнанки видно у нее душка и ножки 1 и 2 вот там должен вылезти наш крючок то есть ныряем прям под соединение вот и крючок вылезает под дужкой и между ножками потихонечку вытаскиваем и провязываем 1 столбик и получается вот наша одна сторона и вторая сторона теперь мы будем делать с вами опять соединение опять вытягиваем петельку чуть длиннее крючок у нас зарезает под первую лежачую косичку набрасываем ниточку и вытягиваем всю петлю на изнанку это все у нас ныряет с вами в эту петлю и и начинаем под затягивается рабочую нить потихонечку уменьшаем вот эту петельку и далее до конца утягиваем всю рабочую нить так мы связали с вами второй ряд теперь переходим к вязанию третьего ряда также мы продолжаем с вами в этих углах то есть в тройных петельках в каждый тройной петли в среднюю из них вязать 3 петельки таким образом у нас формируется с вами углы получается мы сами сделали соединение смотрим опять вот наше соединение и следующая петелька это как раз наша средняя то есть в нее мы сразу начинаем опять провязывать прибавки то есть ныряем в раскол провязываем 1 столбик туда же ныряем провязываем второй столбик и туда же ныряем провязываем третий столбик и далее опять провязываем до этой стороны до средней петельки 1 2 3 среднюю будем провязывать следующие прибавки здесь мы доходим все по одиночному столбику а здесь будем делать прибавку 3 петельки в одну итак я провязала до конца то есть в одной из них я связала одиночную теперь в центральной буду вязать 3 и дальше опять одиночную и так ныряем провязываем 3 петельки в одном старайтесь вязать одну прям чтобы она была как бы на этой стороне следующую вторую чтобы она прям была по центру и следующую петельку чтобы она уже перешла на эту сторону то есть располагаете сразу пряжу чтобы формировался угол далее опять провязываем одиночный потом еще один одиночный и еще один одиночный вот мы дошли с вами опять до угла и провязываем сюда 3 петли опять старайтесь 1 у нас как бы еще лежит здесь на этой стороне следующее идет прям в угол и следующая уже на этой стороне то есть старайтесь старайтесь располагать пряжу распределять ее сразу так чтобы формировались наши уголки и так теперь мы доходим на эту сторону опять по одиночному столбику пока не дойдем до средней петельки и так я нашла получается до средней петельки опять провязываю 3 бросков опять стараясь одну прям положить на эту сторону следующую петельку прям под вытянуть ее в угол и следующую петельку уже будет на этой стороне вот так мы формируем уголочек и дальше опять провязываем одиночные и будем делать наше соединение и так соединение опять вытягиваем нашу петельку залезаем под первую лежачую косичку с изнанки захватываем ниточку утягиваем всю эту большую петельку наизнанку теперь все это полотно ныряет в эту большую петлю и потихонечку начинаем ее уменьшать с помощью рабочей нити то есть петелька уменьшилась теперь мы подтягиваем рабочую нить до конца уменьшаем петельку и до конца утягиваем рабочую нить вот наше соединение произошло сразу поправляйте старайтесь полотно все чтобы она приобретала нужную форму чтобы его сильно не крутила это полотно вот что у нас получается и теперь у нас следующий ряд также получается мы с вами сейчас будем делать в самой центральную 3 петли это наша следующая петелька после соединения ныряем туда крючком провязываем одну старайтесь чтобы она была как бы на вот это еще стране следующие у нас более такая побольше в центр то есть в уголочек сам и следующая петелька уже на этой стороне то есть вот получился наш уголочек далее мы опять провязываем одиночной до этой центральной петельки и так я подошла к этой стороне опять в серединку среднюю петельку я провязываю одну сразу кладу ее как бы на эту сторону потом среднюю и последнюю третью петельку уже как бы на эту сторону сразу поправляю уголочек и иду одиночными столбиками до следующей тройной петельки и так я провязала получается до следующей петельки и теперь провязываю 3 в одну опять одна смотрит сюда следующие больше уже на углу и следующие 3 петельку уже на этой стороне вот что у нас получается далее провязываем опять по одному столбику до следующей тройной петельки и так я дошла до средней петельки и провязываю опять в нее три столбика один столбик располагаю на эту сторону следующий по центру и следующий столбик уже на эту сторону и так далее я иду до самого конца одиночными столбиками и так я подошла сюда и теперь мы с делаем соединение опять оттягиваем петельку ныряем крючком набрасываем нить утягиваем петлю назад все это ныряет в эту большую петлю и теперь мы затягиваем получается петельку уменьшаем ее и далее утягиваем всю рабочую нить вот так у нас с вами получилось вот такой у нас прямоугольник уже сформировался опять же старайтесь во время вязания сразу поправлять ручками полотно чтобы она принимала нужную форму вот вытягивайте уголки помогайте пряжи сразу распределяться правильно таким образом вы можете связать полотном любого размера и так как только вы связали а свой прямоугольник предлагаю убрать кончик с помощью иголочки с большим ушком надеваем ниточку и убираем наш кончик подтяните если вдруг у вас там образовалась какое-то либо отверстие и просто его можно убрать под ножки столбиков куда будет удобно и лишнее уже просто отрезать не забудьте только затянуть отверстие которые если на ухо образовалась и вот так потихонечку под ножками столбиков спрячем наш кончик лишнее уже можно обрезать как вы можете заметить что наше соединение было бесшовным его не видно ни с этой стороны не с изнаночной мне очень нравится что соединение ряда происходит в углу так как если дальше например вязать корзину или например это будет какой-то шоппер или сумка то у вас уже сразу будет соединение в уголку соответственно его будет менее заметно чем если бы оно было где-то в середине например полотна не забывайте только перед дальнейшим его использованием когда будете переходить уже например на стеночки не забудьте его обязательно отпарить при отпаривании придавайте ему углы то есть прям чтобы были они четко сформированные именно когда она еще будет во влажном виде надеюсь вас тоже все получилось ваши прямоугольнички такие же ровные и идеальные а в принципе можно связать любого нужного вам размера а надеюсь данный видео урок был для вас полезным ставьте тогда ваши лайки если у вас остались какие-то либо вопросы обязательно пишите комментарии я постараюсь всем все подсказать также не забывайте подписываться на мой канал и ставить уведомление колокольчики чтобы не пропускать мои новые видео уроки на этом все пока пока